Здесь я просто делал то, что умел делать, либо Я просто с огру рассказал, что здесь был выбор У меня была мечта и было не до ех***ных игр Я всего лишь хотел обладать тебя Итак, это вторая часть выпуска про возмещение ущерба от паводков Первая была из СКО, теперь перемещаемся в Костанайскую область Начнем с окраина областного центра Здесь мы хотим посмотреть, как обстоят дела у пострадавшего бизнеса Его по всей стране тоже много Вот эти фото с затопленным торговым комплексом облетели всю страну Затопило тогда весь первый этаж Там располагался большой супермаркет Мы пообщались с его представителями Теперь мы столкнулись со своими проблемами один на один Государство нам никак не поможет Потому что издали правила, в соответствии с которыми компенсации может получить только малый и средний бизнес Мы субъекты крупного бизнеса, поэтому никаких компенсаций со стороны государства для нас не предусмотрено Вообще никаких? Вообще никаких Это вам кто сказал? Это нам истекает из правил Это на Томикене, на заслушиваниях, на всех мы были Были представители Акимата, то есть все в курсе А где вот это разделение между средним и большим бизнесом? Это в зависимости от доходов и от количества работников Мы относимся к субъектам крупного бизнеса Ну как-то это несправедливо, по-моему Понятно, что несправедливо Пожалуйста, вы считали приблизительно ущерб? Сколько у вас придется восстанавливать? Ну сейчас проводится обследование оборудования По предварительным данным 99% из него восстановлению не подлежит Оборудование там было, насколько я помню, где-то на 300 миллионов Это только оборудование, не считая товар А товары еще сколько? Ну товары еще около где-то миллионов 400 Почти миллиард тенге и никто вам никак не поможет? Никто и никак Застраховано ничего? Ничего не было застраховано Сейчас вот решаем вопрос по товару с поставщиками То есть кто-то из них решается забрать испорченный товар И соответственно списать эти расходы за счет своих средств Кто-то нет, оставляет нам Простите за такой жесткий вопрос, вы из-за этого не обанкротитесь? Ну я думаю, что нет, хотя обороты гипера составляли где-то около 30% То есть нам придется тяжело, но будем восстанавливать Интересная позиция Ну здесь смотрите, мы нет, мы не обанкротимся Потому что, ну во-первых, многие поставщики пошли нам навстречу Кто-то забрал свой товар, кто-то не потребовал деньги То есть там, где мы, то есть многие, да Ну и надо учитывать, что мы сеть То есть в нашей сети 7 супермаркетов 8 В нашей сети 8 супермаркетов Вы точно не знаете? Нет, я точно знаю И поэтому, ну и слава богу, у нас есть другие доходные в этом плане супермаркет Поэтому, ну конечно, очень жаль И мы честно, ну мы надеялись Но, а теперь не надеемся Ясно Ну спасибо добрым поставщикам, которые забирают товар Держитесь Ну мы, во всяком случае, покажем это И расскажем, что крупному бизнесу, оказывается, не помогают Спасибо вам, держитесь Кстати, наши поставщики, они тоже являются субъектом малого и среднего бизнеса И хотели под эту программу попасть, но им тоже отказали Им тоже отказали? Им тоже отказали А им? Потому что они не были нашими арендаторами Если бы они были нашими арендаторами, а не поставщиками То им бы комментировали А из-за того, что у нас с ними договора поставки заключены То они не попадают под компенсацию Ясно Также здесь работает еще один предприниматель, который держит каток и горку Помимо этого, на территории хранилась спецтехника Все ушло под воду Скажите, какая ситуация на сегодня? Помогает ли вам? Ну мы сами справляемся Мы, в принципе, сами справляемся с этим, с последствиями Ну мы, как сказать, мы у государства ничего не просим Только потому, что слишком много народу пострадало Люди остались без жилья Без скотины, без средств существования И вот, чтобы там государство помогло Чтобы на нас не отвлекалось Мы решили все сделать сами А государство пусть поможет тем, кто пострадал сильнее нас А мы бизнесмены Мы сможем сами Спасибо вам, конечно, за позицию Я ее понимаю и уважаю Но вроде как бизнесу тоже должно помогать государство И на это тоже деньги Ну, возможно, но мы не обращались Вообще ни по какой Я не обращался Как бы есть пострадавшие больше меня Это вот арендаторы первого этажа, солнечный Они, так сказать, я знаю, что работают с государством Как там у них решаются вопросы, не знаю Но я, как хозяин здания, хозяин этой территории Справляюсь с инженерными делами со всем сам Технику все у вас закупили? Да, мы все восстановили, все у нас нормально А у вас она застрахована была? Нет Нет? А скажите, что у нас в Казахстане, у кого застрахованы? Вот, а просто И у вас не застрахованы, и у нас Мы не в Европе, мы живем вот так без страховок То есть вот это всю вашу технику затопило, но вы претензий к ней не имеете? Ну, к кому иметь претензий? Нет, мы восстановили, сделали Я же еще раз свою позицию озвучил Спасибо вам за позицию, удачи вам Спасибо большое Теперь едем в область, в Кустанайский район, село Алтынсарина Что видим на въезде? Организован штаб, где до сих пор раздают еду пострадавшим Скажите, пожалуйста, а много людей вот так в день приходят? Да, есть население Более ста человек есть А они сейчас где все живут, получается? Здесь, наверное Не знаем, вот не спрашивали, кто и кто где А есть какое-то общежитие, там, не знаю, школы, там, элакпун? Вы знаете, такую информацию мы не владеем, мы же не местные Мы лишь штаб просто Мы-то был город А, вы волонтеры, да? Да, как волонтеры Что, прям бургеры тут раздают? Бургеры Бургеры на завтрак На завтрак Да, можем и вас угостить Да нет, нет, вы что, лучше людям А то я слышал, бургеров не хватило там кому-то Нет, просто они уже утром приходили и брали Бывает, одни люди приходят по два раза Всех лесу знаем Это получается, вот вы с самых паводков здесь так каждый день стояли? Да, каждый день И сколько еще будете стоять, говорят? Неизвестно Не знаю, мы не владеем такой информацией Не знаю Ладно, спасибо вам за работу Ребенок, где чего ребенок? Обед Обед, сколько порций? Пять Пять, какой ты, моя золота? Ты же моя золота, а ты где живешь, с родителями? Нет, ну у тети большая семья У вас там пять человек? Восемь Восемь? Нет, ну одна семья пять А, одна семья пять Окей, но восемь Да, в доме живет восемь человек У нее семья, наверное, в пяти человек Все, все, все Держи Приятного аппетита тебе Проблемы у пострадавших такие же, как и в других регионах У меня вот вопрос правительству Почему вот так мало вот оценили имущество Пятьсот тысяч Это вот куда это годится Вот на что ты пятьсот тысяч купишь Одно, например, стиральная машинка Сказали до этого, обещали Первые необходимости мы вам предоставлю Первые необходимости, это включая бытовая техника Холодильник, телевизор, стиральная машинка И этот, газ плита Такой закон, такой 150 МРП Но нельзя вот, например, у меня имущество Чисто у меня имущество На пять миллионов Это точно, потому что это, как его, мебель, бытовая техника И у меня, например, было два холодильника Морозильник большой Большой, и у нас все потопило Понимаете? В других областях говорят, еще спонсоры будут помогать Вам не говорят? Нам, короче, нам про спонсоры Ничего не молчат, ничего не говорят Понимаете? Про спонсоров И вот дали нам, дали нам только Дали только нам Дали только нам вот Холодильник и телевизор И все на этом, скажите спасибо А вот, ну, тоже, например, детям, например Постирать вещи, да Это вот тоже же, это первая необходимость Стиральная машинка автомата Это нужно Плита, например, тоже, чтобы кушать, сварить Тоже это нужно же, так же Но вот Здесь ничего молчат Например, этот диван Например, тоже нужно, чтобы дети лежали, спали Правильно? Хотя бы Я уже молчу о мелких бытовых техниках Это я имею в виду Мясорубка, вот это все Вавринца Я уже про это молчу Хотя вот эти все мелочи Они 50 и 60 тысяч Тоже же эти деньги Вот такой дом, например, решили, что восстановить можно И уже начали делать ремонт Нам три раза подходили, сказали, что это под снос А теперь Слушайте, вы не бойтесь никого Нет, я не боюсь Кто говорил, что под снос? Комиссия приходила и сказали, что под снос А теперь, говорит, на четвертый раз, говорит, этот уже дом на ремонт А есть какие-то документы, когда говорили, что под снос? Вот и есть, наверное, у вас, да? У нас документы есть Нет, которые под снос А под снос нету Вот представители комиссии Вот они не дали нам Вы были председателем комиссии Им три раза сказали, что под снос А потом на четвертый раз кто решил, что они все-таки не снос? Не знаю я Вот слушайте, я вам скажу, как было У меня на собрание я туда не поехал В Акимат Звонит, надо приехать подписать акты Показывают акты Я давай смотреть Какой дом под снос, какой под ремонт Я не согласился, я не стал акты подписывать Я не подписал акты Говорю, меня люди выбрали не для того, чтобы я ложился под вас Вот так вот Мне люди доверили, я ходил Потом начали вскрываться персонажи, которые, если присмотреться по другим видео, всегда молча ходили рядом с нами Я замок им района Вот, вот, оказывается не местный, оказывается замок им района Не говорили, вы сказали местные здесь Жители этого села Вот замок им Вот смотрите Вот эти дома смосят Вы стоите спокойно, молчите Вот, посмотрите Давайте Там, я говорю, коррупция идет конкретная Уже два месяца мы снимаем Вот у меня, вот эти 360 тысяч, то что дали Государство У меня уже не хватает на жилье Мы каждый день ездим с семьей У меня жена здесь работает Вот, посмотрите, вот этот дом Его сносят Почему? Непонятно Хороший дом Вот, вот, вот Не можете снять Вот хороший дом сносит Вот этот сносит Бетонный А вот сейчас зайдем до вот этой хозяйки Посмотрим Соседи Как вас зовут? Меня Хайрад Хайрад Хороший дом Ну я, честно говоря, не знаю Я здесь Кто знает Подождите, подождите Это Ездило же Техническое обследование Проводили строители Акимат Ну как Акимат Независимые оценщики Которые проводили техническое обследование По заключению их Уже определены Которые Которые пошли под снос Вы согласны, что дом Можно здесь Нет, я не могу сказать По наружному виду Потому что есть же несущие конструкции Есть это Я думаю, оценщики зря не будут выносить решение Я вот не вижу трещин в фундаменте здесь Ну надо посмотреть техническое заключение При этом Вот мы сейчас были в доме Там прям стенка упала Камышито-Самановый дом Я понял, да Вы видели состояние вот этого дома? Нет, я, честно говоря, здесь сильно много не бывает Потому что я заместитель по асоциалу Я приехал сейчас тут же в обед кормят И мы по очереди обычно съездим Смотрим, как обстановка Акима сейчас нет здесь? Ну Акима здесь именно в Алтенцарина нету Но он в районе Ну вы как просто представитель власти Как вы считаете ситуацию? Люди местные говорят У кого хороший дом сносят У кого наоборот жить невозможно Говорят сейчас вам обостановят Ну ремонт Ну платил кто больше, наверное, да? Я так думаю Потому что Акима Вот я говорю Бетонные дома сносят Камыши-то вы оставляют Вот посмотрите дом Вот это и вот реза дом Ну для вынесения решения Мне кажется, все-таки Это надо спросить у тех Кто проводил техническое обследование Вот, 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 смотрите Вот повернитесь Вот он ходил Он не подписывал Без его заключения Он ходил Председатель комиссии Председатель комиссии Он не подписал эти дома Он не подписал Какая комиссия? Какая комиссия? Потом за Макима Начал намекать Что мои собеседники Находятся, что называется Под шофе Вот 25 лет Я знаю, что вы Самый во власти Вот смотрит на меня Вот Асхат Смотрит на меня Запоминает меня Чувствую А меня не надо Да, чувствую, да Я потому что Я не пил Два года не пил Я немножко выпил Потому что мне уже надоело Вот это Человек не скрывает Что он пил Потом мы зашли в дом К женщине Которая тоже не согласна Что в ее доме Жить безопасно Оператору скажите И вот посмотрите По всем углам Что у меня У меня плесень не пошла Вон эту мебель Мы не смогли С папой отодвинуть И вот сзади Посмотрите Что творится И вот мне предлагают Этот дом ремонт Понимаете А папа Допустите нас в дом Просьба Еще раз хочу вам сказать Допустите нас в дом Чтобы мы приступили Может быть Еще раз говорю Есть такие факты Когда допустим Демонтаж пола происходит Демонтаж стен происходит Может быть Новый дефект И скрытый появится Я не гарантирую У меня уже и плесень пошла Посмотрите А папа Дайте нам Демонтаж провести Вы же не допускайте Нас в дом Ремонту Мы начнем А исходя уже Из этого Будет понятно Я против ремонта Я не согласна Если вы начнете ремонт Это уже все Начнется ремонт Почему Я прошу вас только Материальную компенсацию Уже не вторичное жилье Ничего я вас Дайте мне просто Материальную компенсацию И все Ну давайте рассмотрим Смотрите Вот правильно Пойдите мне на встречу Чисто по человечески Я к вам на встречу иду Но смотрите Буква закона Есть буква закона Я не могу ее нарушить Если по закону положен ремонт Я не могу Свыше ремонта Пойти на встречу И сказать Давайте снесем ваш дом У меня вот камыши Насчет компенсации Вот смотрите Сейчас стоит мебель Вы допуск не даете в дом Давайте мы поможем Вынесем Демонтируем полы И исходя из этого Уже будем дальше решение принимать Я вас понимаю прекрасно Но вы Настаивайте только на одном Давайте начнем с чего-то Нет А потом уже видно будет Я не согласна Я не согласна Вот видите Все равно Давайте демонтировать Я же не настаиваю Нет Вы все равно Мне вот на своем стоите Ну почему вы мне не пойдете У меня папа 89 лет Живет в этой квартире В той комнате Вот он завтра умрет Кто будет виноват Вот здесь я думал Мне показалось Но к сожалению нет Ассалам алейкум Халайсис Ага Халайсис Ой на шаркал Дин салон халай Совсем оружие На виде жата меня жил Обогреватель ходим И греешь Вот да Еще раз я не понял Почему Аташка здесь Аташку Вот я только что При собственнике дома Говорил Вот Батимапа Мы три раза Говорим Давайте заберем Агашку Мы нашли предпринимателей Кто на период Восстановления дома Можем Разместить его Ну а Пашка против Она не дает Его увезти К сожалению Это ее отец Не дает его увезти Чтобы мы Разместили его В нормальное жилье На период Она этот Дом дальнейший Она не пойдет Экспортация Это год постоит Полгода Это другой вопрос Мы сейчас решим А почему вы здесь живете Почему не хотите уехать Это срок эксплуатации Камышитого дома Я знаю Мне сказали 30 лет эксплуатации Этому дому уже 50 Ну какой может быть ремонт А почему отец у вас живет здесь Ну не хочет Я ему предлагала Он не хочет Он жил Жили с родственниками Два месяца Но не хочет Прошлый раз Вы мне сказали Я когда вам предложил Его увезти Ну там холодно Там комната Говорит Даем Отопление Не отапливается Говорит А я что-то буду делать Не отапливается Говорит А потом Кушать Где я буду Я тут потихонечку хожу Беру сам Но я же Где-то от Мичурина Не перебегу Сюда в штаб А да Тут сыро Тут опасно жить А так Тут лесен везде А я что сделаю Я уже и так Перед смертью болею Ахат Вы видели тот дом Который мы заходили Блочный И посмотрите Какой мой дом Нет Сейчас же не в этом дело Может быть Аташку Ну хотя бы на это время Пока мы решаем вопрос Тут сыро Он может заболеть же Он уже бы заболел Я понимаю Ну опасно жить В этом доме Ему 89 лет Понимать Сними Сними Как живет Аташка сейчас Я еще раз настаиваю на том Чтобы его увезти Открой Полностью Открой Вот я герой труда Сцеленник Ата Тут опасно жить Ата А что я сделаю Что я сделаю Ну вам вот Хотят предоставить Сейчас жилье Может быть Я вот Баня греюсь И тут потом Ваню топлю Греюсь Ата Здесь видите Здесь влажно Здесь грибок Да я понимаю Я уже сам болею Заболел Я наверное Берцелезом Скоро заболел Может переедете Вот сейчас я попрошу Акима Дадите жилье Обязательно Ата Может переедете Либо квартира Либо квартира В городе Тепло там будет Тепло будет Вода будет Электричество будет Тепло будет Питание обеспечим Третий раз Я уже Вот этот вопрос Поднимаю Ваша дочь Не хочет Опасно здесь жить Для вашего здоровья Опасно Приедете Не знаю Посмотреть надо Что за дом В общем Если надумать Предоставите Однозначно Я уже четвертый раз Это предлагаю Вместе с вами сегодня Потом мы зашли В еще один дом Вот это вот Посмотрите Вот здесь сгнило Вот смотрите Вот здесь Вам специально Вот здесь вот Сгнившее Вот смотрите Она видно что гнившее Видно же Ну Смотрите Ага Ага А кто вам не дает Стены сломать Вот мы В аналогичном доме В аналогичном доме Все деревянные Не-не-не Подождите Сломайте стены Сломаем А вот теперь смотрите Вот смотрите Вот смотрите Допускаем Чтобы мы полностью Силу зашли Я вот ставил Вот это вот Я ставил В своей месте Это вот Три сантиметра ушло Мне говорят Ты сам выковырил А вот здесь Я тоже Выковырил А в моем доме Тоже так Точно Стена ушла Посмотрите Не выковыривали Вы же не выковыривали Не Вы говорите Что он выковыривали Здесь да Именно здесь было Наложение И А вот это Не Вот это Я говорю Скажите пожалуйста Подождите По вашему Вот это нормально Ну это получается Не несущая конструкция Как не несущая Плодки на нем Лежат Нет Вот это же несущая Нет Вот это да Ну она же отошла Не вот эта же отошла Стена А вот эта же Нет Посмотрите Основание Может вот эта Отошла Почему Вот смотрите Она ровно идет И вот эта стена Ушла Нет Ага смотрите Давайте вот чисто С технической точки зрения Вот посмотрите на все перегородки Которые у вас в доме стоят Ни одна перегородка не стоит на каком-либо основании Ни одна Смотрите Вот это вот он делает Вот смотрите Вот сюда Можно, да, вот это внимание сделать Смотрите Вот так доска должна делаться Она не будет Смотрите, она в любом случае Вот сейчас Снесите хотя бы Снесем, ага Дайте найти работу Вот еще раз говорю А не заходите, как вы говорите Ага Вот смотрите Определяемся сейчас так Я постоянно здесь Ребята мои постоянно здесь Дайте Вот у нас цели нету Сокрыть чего-то там Не дать снос и так далее Дайте сделать демонтажные работы Ну если демонтажные работы мы сделаем И стены все разойдутся И невозможно их никак восстановить Ну вот эти вы снесете точно Однозначно Заново выложите все Однозначно Вы посмотрите вон Вы обещали меня металлосалнием Раз вот эту будем стену Все вы обещаете сделать Без проблем Без проблем Фиксировали Все, все, вот правило Давайте вот Все, тогда я согласен Под ремонт Я открыто говорю Под ремонт согласен Пока мы ходили по Алтынсарино Сюда приехали представители Еще одного пострадавшего села Которое тоже нуждается в помощи Ауликольский район Мои родители проживают В Ауликольском районе Поселок Диевка Диевка? Да, Диевка Получается 6-го В начале апреля Вот затопило дома 15 домов затопило Люди остались без дома Вода стоит до сих пор Прям в домах А что, не выкачивают? Воду нет, не выкачивали Получается, им какая помощь была выделена Им по 100 МРП выдали из государства Потом с фонда по 2 миллиона От местного сельхоз То По миллиону кто работает там И по 500 тысяч кто не работает И все, на этом помощь закончилась Подождите, обследование было? Техобследование, как люди приезжали Но актов они ничего не подписывали Ну да, но это многие еще не получили То есть вы просто Вы к тому, что до сих пор не получили Результаты обследования, да? Да, они, получается, не могут дома купить Ну сейчас, вроде как, там по местным расценкам У них, если даже они дома купят Но восстановить там сарайные постройки Они же там скот все держат в регионах Потом восстановить внутри дома Все, что было Бытовая техника, мебель Все в воде стоит Оно уже непригодное И получается, что они остались без помощи от государства А Аким района, Аким области приезжал кто-нибудь? Они приезжали, да Но они сказали, что вот 2 миллиона Все, что они могут Вот с фонда выдали и все Больше не будет оказываться помощь Что за фонд? Фонд Вот там был депутат, приезжал Депутат Махабад Жабаев Вроде бы фамилии Точно не помню Вот и с какого-то фонда Было выделено по 2 миллиона Какого фонда, не знаете, да? Ну, нужно уточнить просто Результата обследования тоже еще не было Технического обследования То есть приходили хотя бы Делали замеры, фотографировали Они просто пришли, фотографировали Все делали, но результатов нет Оценщики, это вообще По их словам, это были оценщики Которые пришли И как бы фотографировали Фиксировали И вот И все на этом Еще раз, как называется село? Поселок Диевка Диевка Да, Диевка Уликольский район Это вот Были вам инкрагай Вот дальше получается Немножко 50 километров от Уликольского района 15 домов, да? Да, 15 домов Возвращаемся в город Кустана И решили поехать посмотреть Что с дачами Это тоже отдельный кейс Дело в том, что Если твоя дача пострадала И это твое не единственное жилье Восстанавливать государство Ничего не будет А, видишь край Как шифер отломил А вот это вот как случилось? Ну, а тут уже Она сама по себе Я развернула ее И вот весь перед, да А тут еще немножко помогли Таскали штрафтора отсюда Здесь заборчик был Видишь, как вот так вот загнули Где-то, может, зацепили Кто и знает Что говорят? Помогать будут как-то? Даже не знаю Будут Обращались к кому-нибудь? Ну, в Акимадже написали А что будет дальше Не знаю Ну, у вас жилье есть? Ну, конечно Жилье-то есть Это чисто ваша дача, да? Конечно, чисто Вы сами ее строили? Да Когда построили? Сколько лет? О, это Где-то в 60 Может В 9-м В 70-е годы То есть лет 50 уже пришло? Конечно Своими руками строили? Ах, тоже Все своими руками От начала до конца Жалко дачу? Жалко Это не то слово Дача – это Отдушина жизни Отдушина Да Ну, вот, меня 77 лет Что мне делать? Ну, что сделаешь? Вот, когда вот В начале были Вот это Аким Тут все ходили же Ага Ну, а так Между прочим Это спросил Говорю, ну, а как Помощь будет оказана Ну, знаешь Это как Слова словами Какой Аким? А этот Города Молодой Молодой Молодой? Ага Сказал, помощь будет оказана? Да, он говорил Ну, помощь была оказана Что эти Мусор разгребли Это даже Разговора Даже нет Что Молодцы То молодцы И так вот И разгребали же Многие Все же разгребали Если бы не они То бы Не знаю Я бы еще До осени разгребал бы Может быть Ясно Ясно Ну, обидно Да Ну, обидно Что сделаешь Вот теперь этот свет Видишь Как теперь я так провел Свет Столб копал А здесь Что делать Надо вот Забор ставить Если, да Надо ее варить Света нет Пока счетчик Все есть Поставят электрики счетчик Будем двигаться Жизнь на месте Не стоит Если я остановился Да Это труба Запомните эту фразу Спасибо вам большое Вот так вот Спасибо Держите Все будет хорошо Надеемся Если ты знаешь Если будешь унывать Да Это можно тогда и не жить Просто так Существовать Согласен Это самое главное Не унывать Спасибо Здоровья вам Спасибо Давайте вам всего хорошего Теперь уже едем в город Можно сказать Самый его центр Рядом с красивой набережной Когда дорога уходит вниз Расположился район Который называют Колесные ряды Он находится в самой низине города Возле реки Как вы понимаете Он тоже был затоплен Компенсацию вот Ну компенсацию за мебель Выплатили 57 тысяч 57 тысяч Да Сегодня скинули 570 57 тысяч Я не ошибся 57 с копейками А как Что они так посчитали Ну Посчитали Два шкафа А нет Три шкафа Посчитали Одну кровать Сказали Что якобы Мы сейчас не можем Выплатить вам За всю эту мебель Посчитаем Одну кровать Вот одна кровать Двуспальная 57 тысяч А где они такую кровать За 57 тысяч Я не знаю Мотивирует то что В OLX Такие цены В OLX Вот у меня семья Из четырех человек И все четверо Мы должны спать На этой кровати Подождите Ну А все остальное Бьют обытовать Ну у меня много Не пострадало Мы успели вынести Вот То есть когда увидели Какая вода пошла Какой объем был Вот Мы уже Постарались И загрузили машину Вот Грузовую Ладно Капец 57 тысяч Это окей Дальше идем Ремонт Ремонт Так По ремонту Они вчера была комиссия Составили опись Посмотрели Фотографии сделали Сказали В течение недели В Акимат вызовут То есть еще нету Еще нету Нет Еще предложений не было Хорошо Поэтому Ну я думаю Что там тоже Не очень много Потому что вот Людям уже насчитали Как бы Не знаю Что они учитывали Как они учитывали Ну Недовольны Недовольны Да А есть такие Которые под снос Есть да У нас в конце улицы Там были под снос Вот Ну Люди получили квартиры Вот Как бы Они Такой тоже есть Да Тоже Окей Ну у вас дом еще крепенький Да получается У вас недавно Да построили В семнадцатом году Я построил его Хорошо построили Значит Ну Старались Для себя То есть опять же Своими силами люди Понимаете Ладно Все своими силами В общем 57 тысяч Ну Все Прекрасно Ладно Удачи держитесь Рад был увидеть вас Что бандиты Как дела Что говорят Топило да Вас здесь Что было Рассказывайте Как это было Фигов Фигов Почему Почему Бабушки Твои А из-за этого Что ли Идем смотреть Пострадавшие дома Здрасте Ой бай Привет Ой а как вы здесь Дышите Ну а что делать Ты руку тянул Да извини пожалуйста Я не заметил Тут же сырость Есть другой выход А как Что Акимат Жилье не дал Нет Не дал Ищите Мы нашли Так Ну вот А ее оценили Не так как Им не понравилось Хозяева не продают Дешевле Да Согласитесь Какой хозяин продает Дешевле Нет А временно Жилье Временно Чтобы вы не жили В этой сырости Это же грибок Плесень Ой это о чем Ну они же должны были Вы выплатили Ну конечно Подождите Давайте начнем 100 мрп Выплатили А я не знаю Что это такое Каждому пострадавшему Отпадков От государства Положено 100 мрп Да Это 360 мрп Выплатили Да На эти деньги Не получилось Снять жилье А у нас Не снимешь здесь Жилье Ну какое Ну это очень дорого Ребят Ну о чем вы говорите Я понимаю Для меня это очень дорого Я понимаю Ну просто же тут же Вредно жить Вот так вот Ну что теперь сделаешь Мы сушим Скоро будет погода Теплая Снаружи будет дом Сохнуть тоже А сколько вы уже дней Живете в таком доме Мы Мы неделю Здесь живем Неделю Вы дышите вот этим Ну что теперь делать У вас плесень Наверное тут везде Пока нету Вот Вот мы замазывали Вот это вот все Вот Там еще ничего не брали Не делали Самое Можете пройти Можете да Не надо разубаться Вы что Печка уже неприводная Для зимы допустим Ну не знаю Как Акимат Отреагирует Ну вообще комиссия приходила Да? Смотрели Ходили они здесь Но меня здесь не было Сын же все Потому что на нем дом Вот Сделали уже оценку Они То есть они должны были прийти И потом выдать вам на руки документ Вы давали что-нибудь? Я не видела Не читала Технические обследования Результаты должны были выдать Не читали? Ну Да нет Самое Я конечно не удивлюсь Если скажут Что в этом доме жить можно Но вообще Как будто Вам нужен теперь новый дом Ну Как бы Наверное Нужен Потому что Ремонт здесь Я допустим Не осилю Ну конечно Вот Это Я его осилю За год-то допустим Вот Но к зиме-то его надо Самое Нет Подождите Вопрос такой Если вам сейчас скажут Мы дадим деньги на ремонт Вы что будете жить здесь С ремонтом? А что делать? Ну Опасно Не опасно жить Ну а что делать? Скажите Сейчас любой район Где-то Самое Возьми Наримановка Сносится Район Г Сносится Нефтебаза Сносится Ой Еще какой район И где покупать? Они на Кунай Меня отправляют Куда я на Кунай пойду? Это далеко Это очень далеко Рядом кладбище Там Я говорю Как раз меня туда У меня внук Там на Кунай Дома хотят строить? Да Хотят строить Говорят За 4 месяца Мы вам построим Какой дом За 4 месяца построится? Вот у меня сосед Это самое Вот как выходишь Двухэтажный дом Он 2 года строил Только вот наружное Вот это все А какой дом За 4 месяца? Досточки Если только Вот это вот Вот мы были В Петропавловске Там дома быстро строят Не знаю А это чей дом? Это соседний канат Фамилию я не помню Это был сарай Или это жилой дом? Нет Это жилой дом Да Вот можете Вот видите Какие дощечки За ними толь И там все Вот это вот обмазанное В общем У вас он полностью Деревянный С камышами Камыш Камыш Камышитовый Камыш Да вот Все развалено Видно Вот такое Да Это вот стена Ко мне упала А та Вовнутрь туда Ему упала Ну никто не пострадал Хоть во время Нет Это вот когда вода пришла Да Это когда вода пришла А крайний дом Там вообще весь свалился Потом выяснилось Что и вправду Есть разговоры Что весь район Хотят сносить Весь район И включая Наримановку Тоже вот И видите как Они всем Одну сумму дают Да Независимо от площади Дом Да Вообще 22,880 У вас дом побольше стоит Вот я про что и говорю Смотрите Дом Мне кажется Больше 22 миллионов стоит Да Несправедливо Согласен Вот по вот этим Выплатам Мы в принципе Уехали бы отсюда Если дадут Адекватные деньги Если нормальные Да Нормальные деньги Потому что все равно Вода еще Конечно Конечно На руки деньги не дают Ну чтобы вы могли Выкупить у кого Да Чтобы мы хотя бы Равноценное жилье купили Не считая уже мебели Там не считая всего Чтобы хотя бы Какое-то равноценное жилье купить Завтра будет слушание Да Завтра 28 числа Будет слушание В Алтансаре на 109 Вы поехали на эти слушания На следующий день Там было конечно весело Основной вопрос Который рассматривали Снос района Под названием Наримановка Будут сносить рынок И жилые дома Говорят вместо Построят школу Или даже две В связи с этим У жителей вопрос А почему вообще Мы сносим Наримановку У нас очень хороший район У нас очень хороший район Подождите У нас очень хороший район Здесь большинство Те кто родились здесь Я лично родилась Мои родители Мой дом с 24 года Вы не поверите Мы не должны жить одни в нем Вот вы говорите Мы приехали на Наримановский рынок Наши родители жили Конечно Есть история Наримановского Город Кустанай начинался оттуда На то и все пошло Мы хорошо знаем Еще раз говорю Наримановка Это точка притяжения была Создание города Торговое Мы все понимаем Но сегодня посмотрите На эту точку притяжения Это раз Теперь вы говорите Дома Вот я вам Приводил пример Просто обыкновенный пример Сегодня Павда Когда прошел Сколько домов пострадало Сколько домов Сегодня мы Когда пришли туда Мы же не ходили по домам раньше Ну не было такого случая И вот приходим в дома Просто сама на кирпич Он разваливается Опасность для жителей Вот сто домов Просто вот Ну грубо говорю Сто домов ушло С водой вместе Можно сказать Подождите Дайте мне досказать И то что вы говорите Что сегодня дома У нас родители Понятно Но у каждого Даже у человека Есть свой срок жизни Точно так же У металла У кирпича И у дома Это что касается Безопасности Подождите Я скажу Это первое Что касается школы Одна школа Я вот вам говорю Должна быть Вторая у нас в уме Что касается Теперь вы говорили Могли бы построить там и там У нас свободных участков нет Свое время Я вам еще раз скажу Как получилось Я не могу сейчас За кого-то говорить Просто я говорю Что по существующей ситуации Существующая ситуация У нас сегодня такова Вот какая она есть Вот такая она есть Ну а дальше По классике жанра Начали подключать Учителей Которые выступают За инициативу Акимата Именно сегодня Я пришла с требованиями Чтобы построили нам Именно в Наримановке Школу Тут предыдущий оратор Выступала Что вот Ближлежащие школы Которые там Так сказать Существуют Вы знаете Когда закрыли школу Два года Дети ходили Вместе с родителями Они просто плакали За этой школой Она стояла Ни окно Ни разбито Не было Ни Что такое? Дайте договорить Человеку Здесь присутствуют Родители Которые Именно Где я Сейчас встану Нет давайте Не будем ругать Сейчас встанут Родители Нет не ругайтесь Которые живут В Наримановке Может Так подождите Не кричите Не кричите Не кричите пожалуйста Нет вы скажете Скажете Дайте пожалуйста Здесь жители Наримановки Которые знают меня Много лет Не надо Я не уйду Пока я не скажу Уважаемые Эти дети Эти дети Которые сейчас Которые ходили По 3,5 километра Пешком С Тобольской улицы Я сама там Я живу Наримановская 62 Можете проверить Уважаемые жители Давайте ругаться Не будем Я вам не уступлю Я все скажу о детях На сегодняшний день Можете Можете Так Уважаемые родители Кто тут присутствует Можете встать Вот пожалуйста Школы сегодня Ближлежащие Переполненные Давайте так Мы вынуждены Детей носить Валентина Ивановна Все понятно Спасибо Мы вашу позицию поняли Микрофон дайте Все понятно Я не собираюсь доказывать Своё Именно я Я прошу вас Вот пожалуйста В Гаримановке Кто проживает Могут встать Сказать Нет 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 Вы сейчас будете Превращать Чего в базар Пожалуйста Давайте так сделаем Здравствуйте Подождите Подождите Я представитель Подождите Я вам сейчас скажу Каждый имеет право На свой голос Зачем Тем более взрослый человек Зачем обижать кого-то Зачем оскорблять кого-то Если мы сейчас с вами будем вот это кричать Это получится базар И что Что из этого получится Это слушание Мы кого-то с вами собрались На той же Наримановке Извиняюсь я конечно Но давайте Соблюдать Какой-то Нормальный этикет Слово дали Не согласны Возьмете микрофон Скажете Вот мы сейчас вам даем Пожалуйста Вот я и хотела сказать Про 15-ю школу 15-я школа была Прекрасная школа Её снесли Почему землю На которой стояла 15-я школа Не была зарезервирована Под строительство Социального объекта Под ту же школу Под тот же садик А стоят там сейчас Коттеджи прекрасные Почему это было разрешено Почему Акимат Аким один уходит И за другой дочь Ничего не отвечает Детский сад Жемчужина где была Туда ходили наши детки Маленькими Теперь это медицинский центр Ну он готовый Детский сад Решите с ним вопрос Каким-либо образом Это легче сделать Он свою коммерческую выгоду Уже сто раз Выиграл По колесным рядам Тоже вопросы поднимали Но не так много Как про Наримановку Поэтому решили Дождаться конца И сами задать вопросы Акиму города Спасибо Господин Аким Здравствуйте Я вам чувствую Хорошо Хорошо Человек в уборную Хочется Подержу Главное чтобы не в уборную Подержать Так У нас в руках Оказались документы Давайте Давайте Куда Скажите А то я сейчас Там подгляжу Что нибудь Незаконное Здравствуйте Нет Нет Все Все Дождавшись Акима Начали спрашивать Про район Колесные ряды Давайте уточним сначала Вот этот вот Колесный ряд Незина Она будет сноситься Полностью Или как Давайте тогда уточним В целом Сноситься И пока ничего не будет Сегодня Смотрите Там у нас пострадало 170 домов Я вот Если вы в зале были Вы слышали Да 96 домов Восстановлению не подлежат Вот Они будут Просто утилизироваться То есть мы должны Снести Про какой-то И просто утилизировать В целом Остаются там Порядка 74 домов Вот сейчас я тоже говорил Жителям Которые попадают Под ремонт Наша задача какова Почему мы в ПДП Сейчас включили их Для того Чтобы дать возможность Людям Сегодня Чтобы мы Пошли туда Изъятиями Чтобы мы могли Компенсировать Ихим домам То есть купить Квартиры Или там дома То есть оценить По рыночной стоимости И потом точно так же Сделать утилизацию То есть В целом Потом после этого Когда мы эту всю Работу проведем Строится там ничего не будет Там будет парковая зона Она по генплану Так и есть Рекретационная Вот эти дома Оставшиеся Они остаются В этом году точно Да получается Они сделают ремонт И остаются А когда их будут Да потому что мы Физически не успеем Мы скорее всего На следующий год На следующий год Их будете сносить Все То есть полностью Там будет парковая зона Если Вот смотрите Видите Женщина сегодня выступала У нее там Есть новые дома Двухэтажные Допустим Да 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 Мы Если они будут против Мы их будем оставлять Вот Поэтому смотрите Как плавно Мы перешли То есть Мы видели там много старых домов Они вроде как Большинство согласны Но при этом Мы видели хорошие дома Двухэтажные Большие Которые говорят Мы может быть и не против Отсюда уехать Потому что понимаем Что паводково опасного зона Повторите Но да Но деньги Которые нам предлагают За наши дома Это нас полностью Но сейчас В данном случае Их дома не оценивались Поэтому они не могут знать Какая оценка Именно вот Новых этих домов Вот когда мы пойдем По изъятию Тогда Пойдет оценщик работать Он будет оценивать И тогда участок И понятно Материал например Из нового кирпича И там Двухэтажный дом У него совсем будет Другая цена И он увидит ее Теперь смотрите Если он Они все понимают Ну смысл жить Возокруг тебя Будет пустота Они все понимают Что как бы Нужно меняться Они смогут сделать Свою оценку Допустим Если не будут согласны Первое Согласиться Свою оценку Со своими экспертами Да независимую Точно так же И пойти в суд Это по закону Им позволяет Но Вот 80% Как бы Они Всегда согласны С независимой оценкой Почему Потому что она рыночная Сейчас там Методика очень простая Берется в рынке Это жилье Выводится Там общая Какая-то Сейчас извиняюсь И После этого Уже дается им оценка Ну вот по моей практике Вот мы с пожарами Сталкнулись Сейчас Я вижу как бы 80-90% Люди Они согласны Вот например Вот просто Маленький момент 96 домов 6 человек Не согласились С оценкой Вот Ну вот процент Если даже посчитать Бабушка Вы что-то хотели? Нет Спросить что-то У Акима хотели? Пожалуйста Извините Тогда продолжим Вот опять же Записали Мы интервью Жильцом Колесных видов Который говорит Мне пришли Комиссия Сделала оценку Моего имущества Которое было Внутри дома И выплатили 57 тысяч тенге Это как? Я не могу Сейчас вам В данном случае Сказать Есть комиссия Работает 57 тысяч тенге За компенсация За что? За Сказали Чтобы он смог Крутить Купить кровать Кровать И шкаф Знаете Асхар Надо разобраться Там такого не может быть Почему? Я тоже удивился Это не может быть Там есть Ну Есть люди Мягко говоря Которые или не понимают Чего-то Они сказали Что им скинули 57 тысяч тенге Это может быть Какая-то коммерческая организация Как гуманитарную помощь оказали Может такое быть Давайте разберемся Я готов детально Надо человеку Дайте мне фамилию Дайте адрес Я вам готов В течение Часто сказать Что за 57 тысяч Мы покажем в материале Мы потом посмотрим Идем дальше Бабушку записывали Тоже в колесные переданы Ее Старый Знаете Такой Камышовый дом Из камышей Считовой Камышей Да Ей сказали Жить можно Делать ремонт Дому Извините Почти столь Вы столько Что сами Со сцены говорили Именно про колесные Даны Записали Что вы говорили Там такое плохое Качество домов Уже старые Мы их будем сносить При этом мы записали бабушку Ее зовут баба Надя У нее внук инвалид Какую категорию поставили дома? Она не говорила Какую категорию Но мы видели этот дом Он реально Из камыша сделан И он вот так вот Просто А это не А может такое быть Что этот дом Признали предаваренным Ее подснос Может такое быть Она просто не поняла Может такое быть Нет конечно Это бабушка Она могла не понять Но кейсов таких Наверняка есть Нет Я думаю так Вот возможно Такое может быть И комиссия принимает Не я принимаю решение Я даже честно Не знаю В каких адресах Вы говорите Но в данном случае Если он Камыш этого сборного Если вы говорите Он там заваливается Комиссия не могла Принять Возможно Предаваренный поставили Но предаваренный Тоже сносу подлежит Тоже сносу подлежит. По какому-то конкретному... Есть такая категория предаварийная? Есть. Есть, смотрите, аварийный, предаварийный. Она делится в пять категорий. Вот четвертая и пятая категория аварийный, четвертая предаварийный. Четвертая предаварийный, он тоже, если сумма ремонта будет превышать больше 80%, он предаварийный, он сносу подлежит. Поэтому конкретно бабушке можем проехать посмотреть. Смотрите, еще говорят, окей, есть те, кто согласны, говорит, сносите, мы будем переезжать. Но они не хотят переезжать в Кунай, потому что говорят, что это просто окраинный город. Вы в Кунай были? Я не был. Сегодня хотели. Но я вам скажу так, что где они сейчас живут, в каких домах, и где мы предлагаем, я думаю, однозначно там развивающийся новый район, школа. Это окраинный. Да? Они хотят жить, понятно. Они хотят в городе. Возле реки. Желательно. Вот сейчас вы слышали, жители говорят, мы жили на Риманке, наши пять поколений жили, мы тоже хотим жить. Да, это их право. Их право, я согласен. Но я говорю, если посмотреть на них дома сегодня, а у них дома примерно одинаковые с теми домами, которые пострадали, это в основном камыши-то в сборной, это саманные дома. Да, есть хорошие дома, есть коттеджи кто-то построил. Но Кунай, я вам скажу, неплохой район. Теперь никто не заставляет. Смотрите, какая здесь фишка. Вот комиссия предлагает так, вот которые 80 человек согласились на квартиры, и предлагает так. Мы не говорим, иди к тому застройщику, мы говорим, иди сам найди. Можешь дом найти, можешь квартиру найти. Ну, в эту сумму. Придешь, и мы оплатим этому продавцу. Что они делают? Они идут, находят трёхкомнатную квартиру с обстановкой. Много таких случаев было. И мы им приобретаем. Кто-то говорит, я не хочу в Кунай. Десять человек согласились с Кунай. Вот я вам скажу, которые люди согласились, я там с ними встречался, они довольны. Ну, в принципе, у них было 60 квадратов дом, сейчас 80. На центральной улице, чистовые отделки, с газовым отоплением, всё туда входит. Согласен. Дискомфорт какой, потому что это за городом. Да, правильно вы говорите. А крайний? Ну, в черте города, да. Ну, есть автобусный маршрут, согласен. Но инфраструктура развивается, там всё будет. И он, я скажу вам так, район с потенциалом, да, он сейчас непривлекательный для них. Ну, надо признать. Ну, кто-то смотрит на будущее, кто-то говорит, кирпичный дом, огород посажу, там 8-10 соток бесплатно. Ну, пожалуйста. Мы съездили в Кунай сразу после интервью. Первое, что отметим, район находится за чертой города. Да, есть новая школа, да, уже начали строить несколько домов. Темпы, конечно, намного ниже, чем в Петропавловске. Но район действительно находится далеко. Вот, с дрона видно, где Кунай, а где сам город. Идём дальше. Давайте дадим слово бабушке, которая несколько раз подходила и стояла возле нас. Как вам попасть на приём? Пожалуйста. А кто вас не пускает? С 21-го года я ходила, меня к заму записали. С 21-го года? Да. Ну, хорошо. К заму. Теперь у меня есть ответы. Сейчас, Асказ, подумаю, что... Не года не можно человеку. Нет, нет, я за 21-го года не работаю. Вы, я не... У меня, как-то, были... У меня два вопроса, нет, не было. У меня два вопроса. Два вопроса. Один по квартире, другой по земле. Когда к вам можно попасть? А давайте я сейчас этот вопрос разрешим. Здесь земельщик у нас есть. Он сейчас вам скажет. Человек есть, который руководитель. Хорошо? Как вас зовут? Амира Каримовна. Амира Каримовна. Ну, сейчас человек подойдет, все объяснит. Если нет, я готов вам рассказать. Хорошо, это по земле. А я хочу к вам на прием. Приходите? Да? Я вас запишу. Запишу. Вы запишите. Хорошо, спасибо. Не подумайте, что Асказ приехал. Есть кто-нибудь с пострадавшими от паводков домов? С колесных рядов есть кто-нибудь? Какой у вас вопрос? У меня такой вопрос. Я 3 мая написала заявление на вашу к вам на личный прием. Вчера был последний день, где написали. Просто отписались. И все. У меня вопрос. Мы с вами встречались, да? Да, мы с вами встречались. Мы не раз встречались. У меня вопрос. По каким правовым документам вы работаете? Я хотела ознакомиться. Меня никто не знакомил. 12 апреля написала заявление. Сегодня, 28 мая. Я до сих пор не знаю. Ни постановление какое. Мне не дают его почитать. По какому вопросу? По пострадавшим? По пострадавшим, да. По пострадавшим, да. По пострадавшим, какое нужно вам? Я хочу ознакомиться с правовыми документами, по которым вы работаете. Как начисляется? Почему так начисляется? Почему такая сумма? Вас зовут, если не ошибаюсь, Гульнара Бажановна. Мы с вами стоим в дружбе. Вы это говорили. И вам мой зам объяснял. Это было 17 апреля. А сегодня, 28 мая, я до сих пор ничего не знаю. Хорошо. Я извиняюсь. Это ужасно. Вот наш юрист, начальник юридического отдела. Я написала заявление к вам на личную встречу. Этого заявления нет. Я написала заявление в прокуратуру о бездействии аппарата Акима города Кустанай. Через полчаса мне позвонили с аппарата Акима и сказали, мы вас в конце этой недели пригласим. Меня знакомили с оценкой по имуществу. Я была себе не согласна, потому что Стелла занижает. Это во-первых. Во-вторых, она не все... У меня третья категория. Это по имуществу. И только вчера вы упали деньги по имуществу. По ТМЦ. Заявление было написано 12 апреля. А упали деньги 27 мая. Согласно очередности? Постановлению я успела кусочек прочитать. Там 15 рабочих дней. Я не думаю, что вас специально кто-то отодвигал с очереди. Или они хотят что-то разъяснить? Сегодня, 28 мая, нас приглашают по технической оценке дома. Приходили... Заявление написало 12 мая. Приходили к нам 17 мая. Ой, 17 апреля, простите. Сегодня 28 мая. Только сегодня мне будут говорить, сколько положено ремонт, положено ли ремонт. Я до сих пор... Ну, это работа. Работа. Кроме вас там много людей. Я за комиссию отвечать не могу. Но я могу вам просто пояснить, да, что это работа. Там же люди работают. Они не могут всех в одночасье принять или разрешить какие-то вопросы. Поэтому сегодня вас пригласили. Вы сегодня туда пойдете. Вам там все объяснят. Вас ознакомят с оценкой. Правильно, да? И вы все получите. А что касается правоостанавливающих документов, по которым мы работаем, вот начальник юридического отдела города, она вам расскажет, покажет. Почему меня не вызвали до 27 мая и не показали? Вот это постановление правительства. Просто если бы я с вами... Я вас не видел, первый раз видел, тогда да. Не надо. Объясняли. Я писала заявление. Вы один и тот же вопрос задаете. Нет ответа. Где ответ? Извиняюсь, что я не могу... Подождите. Стойте, пока есть возможность спросить. Вы... Моя соседка Валентина задала вопрос. Вы сказали, что в колесных рядах, если я хочу остаться, я там буду жить. Да. Я в потопляемой зоне. Как я могу остаться там жить? Ну, она, например, принципиально, она говорит, у меня новый дом. Я хочу там жить, да, допустим? Ну, если вы не согласны, в следующем году, я же говорю, для вас мы в ПДП вводим, чтобы вам предложить компенсацию. Вы компенсацию... Компенсацию... Хорошо. Я соглашаюсь. Предположим, такой вариант. Я нашла дом, там, квартиру, неважно. Вы оплачиваете ту квартиру. Так. Земля. Почему идет вам... Потому что без земли у вас оценка будет намного меньше. Вот почему... Простите, я вас перебью, простите. Каким законом... Вернее, на какой закон вы ссылаетесь изъятие наших земель? Вы можете землю за собой оставить, если я не ошибаюсь. Вы можете оставить, но там ничего построить не сможете. Вы можете ответить, на какой закон он ссылается. То есть, чтобы изымать землю, пользуясь кем-то. Нет. На сегодняшний день внесены изменения. Вот смотрите, наша комиссия по возмещению ущерба работает на основании постановления правительства. За номером 1222. На сегодняшний день до нас довели, что в эти действующие правила внесены изменения. Эти правила для общественного обозрения еще не предоставлены. Но нам в работу и для согласования направлены. И уже предоставлен нам для работы алгоритм, по которому мы работаем. Вот эти правила, на основании которых мы работаем, мы вам можем предоставить. Вы сегодня придете в 3 часа, мы вам их дадим. Сразу хочу сказать, чтобы вы предоставили все документы. Я буду все внимательно читать. Я не просто так вот полистаю и уйду. Я человек принципиальный. Почему изначально вам правила не дали? Потому что из-за ЧАЭС по всей стране правительством были внесены дополнения. Где ваша прозрачность? Подготовьте и отдайте. Хорошо. Договорились? Да, да. Черт. У нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Живу я по Фролово-7. Вы сейчас отчитывались, то есть поясняли, что находите какие-то там бюджетные деньги на восстановление после паводка парка, да? Так вы пояснили. Вот я хочу спросить. Не только парка. Да, паводок повлиял. Там набережная, вы же знаете, освещение тут сейчас. Да, да, да. Значит, я хочу спросить у вас. Значит, паводок повлиял на парк. Там перевернуло все. Ну, в том числе, да. Вот. Что повлияло на качество дороги на Фролово? Взять от Абая и до Тобольска. До Тобольска. Вы там, вы говорите, проезжали. Да. Молодец. Хорошо. Нам всем понравилось, что вы ездите, смотрите качество. Качество вы видели какое-то? Кто за это отвечает? Отвечать будет подрядчик. Там какие-то изъяны есть, да? Вы знаете, там невозможно. Это всего лишь год. Делается это на всю жизнь, как говорят. Рады же? Как позовутся? Федор Николаевич. Федор Николаевич, я извиняюсь, давайте проверим. Там подрядчик несет гарантию двухгодичную. Если там что-то не так. Ну, подрядчик, насколько я знаю, был там нормальный. Ну, если что-то там не то сделано, или вы говорите, там требуют сейчас ремонта, они за свой счет полностью будут делать. Надо бы переделать будет. После двух чисток там нет ни брусчатки практически, ни одного бордюра целого, ни одного порядка. Ну, вы говорите по пешеходной зону, да? Да. Не за асфальт. Я вам говорю пешеходную зону. А, пешеходная зону. Все, хорошо. Мы приносим свои извинения. Было еще несколько вопросов, не касающихся паводков, которые Аким пообещал решить. Мы их записали. Если они не решатся, покажем отдельно. А пока продолжим по нашей сегодняшней теме. Полезы на ряды. Буденного 28. У нас аварийное жилье. Нам предлагают либо Кунай, либо найти себе квартиру. Мы согласились на Кунай. Вопрос стоит в земле. Нам говорят, что мы должны отписать свою землю государству. Это предусматривается, да, правилами? Да. Здесь мы же вам, смотрите, два варианта предлагаем. Квартиру или дом. Там тоже вам дом с земельным участком предоставляется. Да. А у вас здесь сколько было здесь соток? 13 соток. Здесь там чуть поменьше будет, да. То есть предусматривается, что техническим заключением ваш дом признан аварийным. Мы, получается, вам взамен предоставляем иное жилье. Соответственно, от земельного участка. К земельному участку. Да, да, да. Соответственно, вы должны... Из-за этого переживаете? Стоимость у меня больше, чем мне предлагают. Чего? Мой земельный участок оценили в 26 миллионов 700 тысяч. А вы предлагаете в Кунай за 22 миллиона 888 тысяч. Ну, на самом деле, он там будет, так и будет. Мы землю там не... Там только само строение. А вот эти 10 соток, это вам бесплатно же. А если посчитаете, то же самое. Даже больше будет. То есть по закону я свою землю должна вам отписать. Обязаны. 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 Во всех регионах. Это обязаны вы. По пункту, по статье, как он называется, правительство постановления 12-22. Там всего 19 пунктов. Нам предоставляется взамен аварийного на безвозмездной основе жилого дом из фонда. Жилищного вашего фонда. И не написано, что мы должны взамен свой участок вместе с аварийным вам отписать. Нет, нет, нет. Мы вам предоставим. Вас никто не обманывает. Вот честно, зачем нам ваш участок? Вот вы сами подумайте. Я согласна свой участок вам отдать для парка, когда вы его будете выкупать. Нет. Это уже будет смотреть. Это уже вы хитренько поступаете. Вы хотите и дом получит с участком, и потом заново мы сидеть не придем, и скажете, а теперь покупайте у меня участок. Так никто не будет делать. Так вот скажите, где вы вот, когда приходили мы на комиссию, показывали постановление. Там пункты добавились 20-21-22, но они неутвержденные. Я вам честно сейчас, знаете, вот я вам, Юрий, скажет, ну вот это практика такая, по всей стране, вот сейчас вам Анастасия тоже говорит же, участки с землей отдают. Ну не может такого быть что-то. А вам взамен предоставляет собственность сейчас плюсом. У вас все сейчас там будет хорошо. Вы согласились? Ладно, допустим, согласна. Второй вопрос. Разница 5 миллионов. Мой участок стоит 27-600. Эту разницу не будет покрывать? Она же уже предусмотрена этим документом. Вам же новый дом, на то пошло. У вас же старый дом был? Да. В данный момент аварийный. Смотрите, сразу обговорю, что да, в первое очередное это жители и их дома, которые остались без жилья, это в первую очередь. Но вопрос. У вас на всю страну прогремела фотография, когда затопила торговый дом Апельсин. Фотография Апельсина? Да, затопившего торгового дома Апельсин. И там на первом этаже есть супермаркет. Так. Его затопило тоже полностью. Хозяин здесь, кстати, был Апельсин. Где? Он сейчас был. Калашников. Нет ли у вас? Он сейчас был, уже со мной вышел. Просто у меня вопрос. Они говорят, что теперь по закону, потому что они крупный бизнес, им ничего восстановить не будут, а у них, они посчитали около 500-700 миллионов. Вот смотрите, вот это работает областная комиссия. Мы в составе областной комиссии, мой заместитель. Мы только делаем техническую оценку и оценку, а принимает решение областная комиссия. Я не думаю, что если сейчас принято решение помогать, что им какие-то выплаты не будут производиться. Я этого просто не касаюсь денег, поэтому я вам компетентно сейчас не могу ничего сказать. Но вот Калашников, он краснохозяин. Калашникова, в принципе, мы предупреждали, что вода будет намного, 3400 метров в секунду, это будет огью. Такого не видел Костана. Он надеялся, что он построил здание выше отметок и так далее. Ну, видите. У него претензий нет сейчас? Ну, у него, как у хозяина, претензий, он ко мне ни разу после этого не приходил. Претензий в основном этих арендаторов. Да. По арендаторам как? Ну, что говорят, там есть какие-то прочие законы, то, что они у них не арендовали, поэтому... Асхар, вот более компетентно, мне кажется, в областной комиссии скажут, я просто... Это не в моем виде. Хорошо, ладно, спасибо, что удивляем. Вам спасибо большое. До свидания. Костанайская область большая, ее южную часть в этом году тоже топила, мы это уже показывали. Теперь так же, как и везде, и у них проблемы, особенно у фермеров. Да, это оттуда были новости, когда для того, чтобы восстановить погибший скот, людям нужно было приносить трупы. Кошмар, конечно. А вот так, например, выглядит крестьянское хозяйство Дарья. И таких много. Большой сарай, комплекс целый. Около 2000 урона запаса. Вот что осталось. Все водой смыло. Я еще хочу сказать, что наши КХшники должны взять мы приехали только на одно хозяйство. А КХ Дарья в таком. И 33 хозяйства тоже. Где-то малый ущерб, где-то большой ущерб. Все строения капитальные. Именно потому, что много вопросов у нас и по области, мы и пытались найти Акима Костанайской области, Кумара Аксакалова. Сначала у нас появилась информация, что он провожает делегацию из Белоруссии в аэропорту. Мы встали на выходе. Машины его видать не было, но в какой-то момент приехал черный джип. Так, вот этот крузак, который проехал черным, он там что-то притаился, смотри, за заборчиком. На всякий случай, давай проверим. 003 РК, 10 регион. Добрый вечер. Подскажите, это машина Акима, да? Нет. Нет? А чья? Заместитель. Заместитель Акима, да? А машина Акима это 001, да? Ну да. Все, спасибо вам большое. Потом эта машина, никого не дождавшись, уехала. Мы стояли, ждали. Из аэропорта вышли уже все участники проводов белорусов, но Акима нам так и не удалось увидеть. Скорее всего, уехал какими-то обходными путями. На следующее утро мы пошли в областной Акимат. Какой огромный забор. И зачем же Акимату такой огромный забор? Так, внутренняя территория. Ничего не видно. Некий внутренний дворик там. Обойдя весь этот огромный забор, мы не нашли других выходов и зашли внутрь Акимата. Потом к нам вышли. Я являюсь пресс-секретарем Акима области. Очень приятно. Зовут меня Жуматай. Как? Жуматай. Жуматай. Поскажите, как нам Аким найти? Аким сегодня выехал в Тургайские регионы на данный момент. По приезду зампремьер-министра, вот, замечается приезд делегации, по этой причине выехал в Тургайские регионы. Ну, у вас же вроде как 29-го, 30-го должен быть. Ну, заранее подготовительной работы тоже нет. Подготовительной работы? Да. Когда он вернется? Ну, я думаю, так, 31-й, 1-й числа, вот так. Туда вернется? Да. А он на несколько дней туда? Да, на несколько дней. Хорошо, смотрите, давайте мы тоже туда выезжаем. Где мы там можем его? Пока что программы у меня нет на руках. Ну, в принципе, мы можем контактными объединяться, а потом уже без всяких проблем. Можем без всяких проблем встретиться. Куда там перво? Мангельды, Тургайи, куда? Ну, вообще, на данный момент Аким выехал в Тургайские регионы. Сами понимаете, там несколько объектов, получается. Ну, какой первый населенный пункт? Населенный пункт? Куда мне ходить? Пока что, конкретно не могу сказать. Кто может? Пока что программа же формируется, пока что программа формируется, а по завершению мы потом сообщим. Никого не скрываемся, и без всяких проблем мы можем встретиться. Во сколько он выехал? Утром. Во сколько? Ну, в 8 утра, по-моему. В 8 утра? Да. Окей. Тогда ждем от вас какую-то программу или первый населенный пункт, куда нам ехать. Хорошо? Хорошо. На связи. В этот день состоялась та самая встреча, где мы поймали Акима города. Поэтому в область мы не выехали. Ждали, когда пресс-секретарь сдержит слово и позвонит нам, чтобы сказать, куда именно ехать. Но звонка так и не поступило. Мы также были на связи с советником Акима Асель, но она тоже так и не сказала, куда нам ехать. Но ничего. Тругайцы в итоге сами нашли Аксакалова в области и записали его ответ на их вопросы. Все обещания зафиксированы на видео. Аксакалова в области. Аксакалова в области. Аксакалова в области. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok